Всем здравствуйте. Долгое время уже пользуюсь телефоном Redmi Note 9 Pro. Покупал я его до пандемии или в начале пандемии. Я уже и не помню. 6 ГБ оперативной памяти. 128 ГБ встроенной памяти. Телефон работает хорошо, без сбоев. Кроме основных действий которые предназначены для телефона, мне нравилось снимать на него видео. Видео получались довольно неплохие. Например, видео о путешествиях в Шотландию и Италию. Их можно посмотреть на моем канале. Redmi Note 9 Pro, хорошо снимает видео в 4К, 30 кадров в секунду. В игры на телефоне я практически не играл. Поэтому не могу ничего сказать конкретно. Огромный плюс, что у телефона аккумулятор, 5000 мАч. И заряда батареи хватает надолго. Но мой телефон довольно много раз летал и тонул. Уже имеет несколько трещин на стекле экрана. После недолгого пребывания под водой, примерно через сутки сушки, он упрямо продолжал работать. Короче, пора было задуматься, а не купить ли новый телефон. Ведь если что серьезное случится с ним, то кирдык, без телефона сейчас, как без рук. Нужно будет срочно покупать в попыхах новый телефон. И не всегда это будет хороший выбор. В общем, решил посмотреть, что, где, почем, на различных торговых площадках интернета, выбирал новый телефон. На данный момент цена новых моделей телефонов такая же как и цена на ноутбуки до пандемии. Посмотрел. Все же решил опять выбрать Redmi Note 9 Pro. Но он немного лучше предыдущей модели. 8 плюс 3 гигабайта оперативной памяти. 256 гигабайт встроенной памяти. Аккумулятор. Чуть меньше 5000 мАч. Камера. Вместо камеры 64 мегапикселей, установили камеру 108 мегапикселей. Но особой разницы я не заметил. Снимает видео также в 4К. 30 кадров в секунду. Но цена радует. Мне он обошелся примерно в 150 английских фунтов. Покупал на Алиэкспресс. Сейчас этот телефон стоит еще дешевле. Более новые модели телефонов с ненамного лучшими характеристиками стоит намного дороже. Но как я говорил раньше, я не фанат игр на телефоне, и меня такой телефон вполне устраивает. Надеюсь он будет такой же надежный, как и мой прошлый Redmi Note 9 Pro. Это видео я снимал на экшн камеру Акаса Браве 8. Я не доволен ее работой. Честно говоря, хуже чем эта экшн камера. Я не встречал в природе. Продолжаю не советовать экшн камеру Акаса Браве 8. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова